Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Жорбин. Вначале коротко о главных темах выпуска. Управляющие компании научат правильно делать капремонт. Рыбы в новосибирском водохранилище станет больше. И в столице региона пройдет турнир по гимнастике. Новосибирцам напомнили об опасности на воде в осенне-зимний период. В мэрии дали инструкции, как себя вести в сложной ситуации. В частности, там отметили, что при температуре воды плюс 10 градусов человек без специальных навыков теряет сознание от переохлаждения примерно через полчаса. Безопасно в таких условиях находиться только 3-5 минут. Спасатели также призвали не переходить водоемы по тонкому льду, не кататься по нему на коньках и лыжах, не выходить на лед ночью при плохой видимости или оттепеле. Кроме того, родителям рекомендовано поговорить с детьми и объяснить им, что если лед под ногами затрещал и покрылся трещинами, нельзя паниковать и убегать. Нужно лечь и перекатиться в безопасное место. Добравшись до берега, по возможности нужно переодеться в сухую одежду и вызвать скорую помощь. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 051. В помощь жильцам и управленцам. В Новосибирской области проходят обучающие семинары об организации капитального ремонта. Цель таких встреч – информирование граждан, поэтапная подготовка к проведению таких работ, а также обеспечение жителей области соответствующими методическими пособиями и буклетами. Участники обучающих семинаров – уполномоченные представители собственников помещений, представители администрации городов и поселений, а также управляющих организаций. После каждой встречи проводится прием граждан по индивидуальным вопросам о капитальном ремонте. В Новосибирское водохранилище впервые выпустили трехлеток сибирского осетра. Мальков вырастили в инкубационном цехе местного рыбзавода. Как отметил руководитель регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрия Марченко, выпуск молодей проводится уже четвертый год подряд в рамках мероприятия по восстановлению промысловых запасов ценных видов рыб. При этом выпуск трехлеток сибирского осетра осуществляется впервые. Отмечу, данная особь является аборигенным видом для реки Опи. В связи с перепромыслом и резким снижением численности в 1997 году он занесен в Красную книгу. Карасук присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств». Местный краеведческий музей подготовил для посетителей разнообразную программу. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Раиса Васильевна показывает внучке, как раньше носили воду. Сегодняшний поход в музей напомнил ей собственное детство. Я росла в деревне, вот, и с раннего детства у нас не было колонок, у нас не было водопровода, и поэтому мы водичку носили из колодца домой, вот на таком кромыслии. Теперь мы опускаем гердон, поднимаем рукой. Посмотреть, потрогать и спробовать в действии сегодня разрешают все. Но это интерактивная выставка. Полина Тихоновна вспоминает, на таком же станке работала ее мама. Мама много у нас дорожек кола, и коврит кола, и как я вот эти цевочки мотала, так же, помогала, как дома побывать. Правда-правда, как дома побывать. Для малышей тоже нашлось развлечение. Пока одни разглядывали старинные игрушки, другие лепили из глины новые. Я удивила, что тут будут мультики такие, лепка из глины, всякие там интересные лиды можно сделать. Специалисты говорят, музеи стали популярны. За последние пять лет количество посетителей увеличилось вдвое. Стараемся делать их, наши площадки разноплановые, разножанровые и для разного возраста, чтобы привлечь. Поэтому и специалисты в этом заинтересованы, в привлечении посетителей. Ну и наши посетители благодарны. Мы это можем увидеть по нашей книге отзывов. Ночную акцию в Карасукском музее провели только во второй раз. И за несколько часов экспозицию увидели 300 посетителей. Разочарованных не осталось. Валентина Чемизова, Владимир Литау, Новости ОТС. Турнир по художественной гимнастике памяти Ирины Федоровой начнется сегодня в столице региона. Соревнования в честь прославленного новосибирского тренера уже в 15 раз собирают спортсменов из разных уголков страны. В этом году участвуют девочки 2009 года рождения и старшие. Победители и призера в каждой категории возрастной группе наградят грамотами, медалями и памятными подарками. Турнир пройдет в Центре спортивной подготовки «Заря» с 6 по 8 ноября. К этой минуте у меня все новости. С ними воспознакомил Александр Журбин. Желаю всем удачной пятницы и до встречи в эфире. Служба информации канала ОТС приветствует. Вас в студии Александр Журбин. Начну с главных тем этого выпуска. Рождаемость в регионе превышает смертность. Новосибирский аквапарк строит нелегалы. И в столице области пройдет фестиваль детского самбо. Рождаемость превышает смертность. В октябре 2015 года в Новосибирской области зарегистрировано больше 3,5 тысяч актовых записей у рождения, что на 5% больше, чем в октябре прошлого года. По итогам 10 месяцев этого года в регионе сохраняется тенденция превышения рождаемости над смертностью, наблюдаемой в Новосибирской области с 2012 года. В октябре на территории области зарегистрировано 32 двойни, 5 из которых записали в отделе ЗАГС Дзержинского района. При этом в регионе мальчиков появилось на свет больше, чем девочек. В Новосибирске проверили строителей аквапарка. Как оказалось, половина из них работает незаконно. Всего сотрудники миграционной службы совместно с управлением ФСБ по региону опросили около 190 выходцев из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что 86 иностранцев работали на объекте без соответствующих разрешительных документов. Нарушители понесли административное наказание в виде штрафа и отстранены от работы до оформления патента. Кроме того, четверо из них оказались нелегалами, у молодых людей закончили сроки пребывания в стране, однако они отказались от выезда. В отношении них материалы переданы в суд. Не останутся без внимания миграционные службы и работодатели, у которых незаконно трудились выходцы из ближнего зарубежья. Штрафы за привлечение иностранцев без разрешительных документов к трудовой деятельности для юридического лица может составить 800 тысяч рублей за каждого нарушителя. В день Октябрьской революции коллектив Доволенского телетранслятора будет отмечать и другой праздник. 40 лет назад в районе заработала телевышка и засветились первые голубые экраны. Подробности у наших районных коллег. Осмотр оборудования. С этого начинается каждое дежурство Ивана Сопова. На телевышке все работает в автономном режиме. Современные приборы не подводят. Смотрим телевизор. Не смотрим, это вы смотрите, а мы контролируем. Так можно сказать. Контролируем сигнал, контролируем телевидение. Вот наша работа. Голубые экраны в местных домах засветились 40 лет назад, когда построили и запустили телеретранслятор. Мы охватывали полностью 80-километровую зону. И мы вещали не только на наш Доволенский район, но и Краснозерка, Кочки, Каргатский район, Сдвинский. И поэтому у нас качество вещания было выше, чем в тех же райцентрах Сдвинки или в Кочках. По поводу того, что там стояли маломощные передатчики. Эра цифры пришла в район в прошлом году и потеснила аналоговое телевидение. Ну, для аналогового телевидения все то же самое. Потому что качественные показатели любого оборудования мы должны обеспечить хорошую картинку людям, телезрителям. Ну, а цифровое оно, конечно, современное. Другие стандарты, другие совершенно принципы. Естественно, другие приборы нужны. Ну, для нас этот объект вообще был необычный. Мы такие раньше довольно-то и не строили. В принципе, и для меня, как молодого специалиста. Мы там, меня удивило, только на одном фундаменте мы уложили 900 кубов бетона, как сейчас помню. Мы работали две смены, заливали все. Было интересно смотреть, как монтировали самую телевышку, башню эту. Телевышку считают чудом района. Высота мачты свыше 200 метров. Более 20 лет выходит в эфир местное телевидение канала ОТС. Ольга Левина, Геннадий Устюжанин, Новости ОТС. Мэр и байкеры. Сегодня Анатолий Локоть встретится с основателем и лидером мотоклуба «Ночные волки», а также с представителем регионального отделения. В ходе визита они обсудят вопросы воспитания молодежи в Новосибирске. Отмечу, сейчас в системе детского образования города действуют 43 клуба военной гражданской патриотической направленности и больше 200 кружков с охватом свыше 2000 человек. Также в столице региона работает штаб добровольных молодежных дружин. Сибирский фестиваль детского самбо пройдет в эти выходные в Новосибирске. Гостей ждут в спортивном комплексе «Север». Участвуют юноши и девушки в разных весовых категориях. Соревнования личные проводят под действующим правилом, утвержденным Всероссийской Федерацией самбо. В каждой группе разыгрывается первое, второе, два, третьих места. Спортсмены-победители получат право участвовать в первенстве России 2016 года. Пока это все актуальные новости к этой минуте. С ними воспознакомил Александр Жорбин. Следующий выпуск через полчаса. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирск Новосибирск избавляется от частных домов. Городской портал зафиксировал почти 40-процентный рост таких предложений в регионе. Самую заметную динамику демонстрируют объекты и часть дома. Здесь рост составил 68%. На втором месте таунхауса 49%. На третьем коттедже почти треть предложений. Для анализа были выбраны постройки с полностью подведенными коммуникациями и удобствами внутри. Дачи и садовые участки к выборку не вошли. Как объяснять ситуацию специалисты портала, цены на жилье продолжают снижаться. Кроме того, улучшились условия по ипотеке. Некоторые покупатели хотят воспользоваться положением, продав часть дома, переехать в собственную квартиру. Коттеджи также потеряли в стоимости с начала года. И те, для кого такая недвижимость не является основным местом проживания, сейчас продают ее, чтобы вложиться в дешевеющие квартиры в городе. Сельский туризм. Министерство экономического развития Новосибирской области изучает спрос на данный вид отдыха. Для того, чтобы узнать предпочтения жителей и гостей, Минэкономразвитие организовало онлайн-анкетирование. Опрос проходит анонимно, без указания персональных данных. Результаты используют для анализа и оценки необходимости развития сельского туризма в Новосибирской области. Межрегиональный фестиваль хореографического любительского творчества «Танцевальные встречи» откроют сегодня в Новосибирске. Гостей ждут в концертно-театральном зале Евразии. В мероприятии примут участие 46 сибирских коллективов. Конкурс проводится по номинациям. Народно-сценический и стилизованный танец, современное направление хореографии, а также сольное исполнение. Вход на конкурсные просмотры свободный. Гала-концерт состоится в воскресенье. Новосибирский боец Мешадых и единоборст Александр Педусон в эти выходные проведет свой самый важный бой в карьере. 22-летний спортсмен сразится в Ростове-на-Дону. Соревнования про FC-58 носят всероссийский характер и позволяют победителям подняться на более высокий уровень. Нашему спортсмену будет противостоять москвич Алияр Саркеров. Я шел к этому очень долго, стремился, побеждал во всех боях. И здесь мне сделали предложение выступить на про FC-58 битвах чемпионов. Здесь собираются одни из лучших. И меня посчитали, что я достоин выступить на их турнире. И мы едем только за победой. К этой минуте у меня все новости. С ними воспознакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачной пятницы. До встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбин. Начну с главных тем этого выпуска. В Новосибирске перекроют несколько улиц. Региональных управленцев отправят на обучение. И час чтения пройдет в областной столице. В Новосибирской области объявлен набор на обучение по президентской программе по подготовке управленческих кадров для организации разнородного хозяйства. Документы необходимо подать до 1 декабря 2015 года. В проекте три этапа. Лекции в ВУЗе, стажировка и постпрограммная работа. Финансирование организации обучения специалистов производится вдалек. По 33% из федерального регионального бюджета в 34% средства предприятия или специалиста. Напомню, стажерами президентской программы разрабатываются и реализуются проекты, имеющие практическое значение для предприятий региона и позволяющие обеспечивать их развитие. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в торжествах, посвященных 45-летию поста номер 1 и очередной годовщины со дня открытия монумента славы. Церемония возложения венков, минута молчания, торжественный марш роты почетного королла, показ фильма, поздравления официальных лиц, концерт и залпы салюта. Все это и многое другое организаторы приготовили для жителей и гостей Новосибирска сегодня. Напомню, история парка берет свое начало с открытия монумента славы. Сквер – мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов-сибиряков, а также подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. В Новосибирске перекроют улицы для автомобилистов. Власти ограничат движение транспорта во время публичных мероприятий 7 ноября. Запрет коснется трех районов – Первомайского, Советского и Центрального на время прохождения пеших колонн. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными счетами и соблюдать правила дорожного движения. Объезд будет доступен по магистралям общего пользования. Час чтения с Алексеем Межовым пройдет сегодня в театральном зале областной научной библиотеки. Молодой артист «Красного факела» для своего персонального выступления выбрал рассказы своего земляка-красноярца, писателя Виктора Остафьева. Чте знаком с автором лично. Помимо этого он играл в спектакле по его роману. По окончании встречи всех гостей вечера ждет творческое общение с актером. Вход на мероприятие бесплатный. В Карасукском бассейне прошел товарищеский матч в честь памяти Камилы Бикеевой. Местная спортсменка несколько лет боролась с тяжелым заболеванием. Ей еще не было и шести, а Камила Бикеева уже подавала большие надежды. Не сдалась и тогда, когда узнала о страшном диагнозе – рак шейного позвонка. Она продолжала заниматься и пополнять коллекцию достижений. Я сразу заметила талант у ребенка, освоила все виды плавания. Больше всего она любила плавать на спине и всегда показывала отличные результаты. В последние четыре года Камила боролась с тяжелым заболеванием в клинике Южной Кореи. Но болезнь оказалась сильнее. Она не по годам была взрослая. Она была, что сказать, вобранная, аккуратная. У нее, я не знаю самое, любила животных. Но она осталась в нашем сердце, как мы не забудем ее, конечно. Около ста участников собрались на товарищеский матч в памяти юной спортсменки. Лиза Матвеева занимается плаванием три года. В ее жизни это третий по счету соревнования. Всю жизнь тянула к воде. Я не могла без нее. Я все время быстрее всех плавала. И так получилось, что люди записали на плавание. Хочу приплыть первое, чтобы показать своему тренеру, что я умею это делать. Это трагическое событие уже вошло в историю Карасука. Турниры памяти планируют проводить ежегодно. Зора Щепко, Владимир Летау. Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорубин. Желаю всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова